Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт. Пятница и новый обзор на, видимо, крутое заведение, потому что бутчер, стейхаус для настоящих мужчин, в этом году выиграл на TripAdvisor конкурс, то есть Traveler Choice, то есть выбор путешественников. Это что-то? Да значит, я посмотрел их Instagram и там такие блюда. Во-первых, мясо вагю за 8500, ну это как бы да, там десерт, манговый мусс, оболочки из белого шоколада, просто нереально. Сегодня все попробуем и расскажем вам. Мы возьмем для сравнения самый дорогой стейк премиальный, это соответственно вагю, и самый дешевый, который есть из вот этих вот хороших. Ну смотрите, мы давайте сравним самый постный рибай и самый мраморный. Вот он, если, так сказать, из наших стейков, он один из самых недорогих. Просто еще вот из доступных стейков, это стейк-филе, но его сравнивать с рибаем довольно тяжело, они совсем разные. А вот рибай блэкангус уругвайский, то есть это будет уругвайская говядина, у него наименее длительный зерновой корм, наиболее постный из рибаем и наиболее мраморный японский. Я вас проверял, спасибо, да, так и сделаем. Превосходно, превосходно. И тот, и другой стейк мы рекомендуем прожарке медиум. Не буду спорить. Хорошо. Также рекомендую вам попробовать какую-нибудь из наших соусов, есть у нас фирменный соус, бучер. Бучер обязательно, конечно. Первое блюдо, так сказать, закусочка, камчатский краб с буратой за 1650 рублей. Это то блюдо, которое я бы без камеры, то есть без вас, мои дорогие зрители, вряд ли бы себе заказал. Я очень люблю бурату, очень люблю краба, но делать такой стартер я бы, может быть, и не стал. Бурата, я так понимаю, что половинка, волокна камчатского краба с лучком, здесь микс салата, бальзамический уксус и куча всего еще. Но смотрите, здесь доп. ингредиент это авокадо, то есть обычно бурата это капреза и сам мешочек. Здесь у нас все украшено, все добавлено. Бальзамический уксус пахнет очень так, пикантно и раззадоривающе. То есть вот только принесли, а уже чувствуется, что вот все-все-все, нужно пробовать, нужно есть. А вначале мы возьмем авокадо с зеленью, чтобы чисто рецепторы наши привыкли к этому пикантному вкусу. Хороший баланс. То есть спокойный авокадо с раззадоривающими такими вот травами. Давайте как-нибудь подойдем к крабу, чтобы было весело и хорошо. Ну даже боишься вилочкой, зайдите, потому что он очень нежный, а вилка-то острый. Такой запах непередаваемый. То есть если вы до этого тролика или только крабовые палочки, вы не поймете. То есть я в трукосте пробовал краба, как минимум там, и вот уже знакомое ощущение, но здесь он просто взрыв. Вот первый укус, разливается сок, и ты кайфуешь. Не буду ни советовать вам это блюдо, ни наоборот отговаривать. То есть просто оно здесь есть, его можно взять, можно не брать. Он не пресный. Он как раз-таки имеет богатый такой оркестр вкуса, который при каждой новой вилке обрастает новыми гранями, какими-то новыми нотами. В общем, краб здесь вот такой. Тут моцарелла по бокам в виде мешочка, полумешочка, и внутри тоже сливочный такой сыр. Ох. Он должен быть очень свежим. Да, это то, что я люблю в Бурати. То есть вот такой полный, полный вкус сливочного сыра. Давайте попробуем объединить эту прелесть с другой прелестью. То есть у нас внутренность мешочка вместе с крабом. Водоворот, слияние, бом-би-че-ски. Опять же, не советую. Не надо брать, мне больше достанется. Второе блюдо – булка мясника за 1770 рублей. Для кого-то закуска, для кого-то основное блюдо, а для меня подготовка к сравнению стейков. Посмотрите, как это все выглядит. Тут реально слова даже, может быть, и не нужны. Кроме того, что булка, паприка, чили сверху, есть зеленый лучок, также обильно политым сырным соусом все это обдано. Прям вот... О-о-о-о! Вы просто посмотрите. Окунаешь вилку и все. Поднимаешь. Что-то невообразимое. Даже не буду пытаться передавать запах. Это бесполезно. Взорвался ядерный гриб и постепенно расходятся вот эти вот края. То есть тут сперва идет мясо, дальше ты раскусываешь перец, и он растекается такой просто жгучестью потверитовой полости. И вот до сих пор с одной вилки чувствуется просто полное такое вот полновкусие. Это реально нужно заказывать отдельно, без всего, чисто вот одно блюдо. То есть мы сегодня, конечно, в качестве обзора все берем, но этого хватит и, может быть, даже мешать этому вкусу ничем больше не нужно. Максимум, там, каким-нибудь лимонадиком. Потому что, ну... Ну вот. Вот оно. Целая булка мяса. А не лучше так скажу, но так и есть. Целая булка мяса. Соус восхитительный. То есть он здесь играет, если не главную роль, то вот серый кардинал, без которого не так все будет. Ты этим наесться можешь просто в любом случае. То есть мужик ты, там, мальчик, женщина. То есть неважно, человек этим просто блюдом наестся. Наконец-то мы пришли к основным блюдам. Два стейка. Это у нас стейк Рибай Блэк Ангус. 300 грамм за 2630 рублей. А это у нас стейк Вагю из максимально мраморной говядины. За 8500 здесь 200 грамм. То есть цена, в принципе, ну, в три с половиной раза различается. Думаю, что вот вы вряд ли бы отличили на вид и сказали бы, что сколько стоит. Давайте начнем с обычного. Все это там за 2600. Прожарка медиум, как и советовали. И давайте просто поиграем немного с этим куском мяса. И посмотрим, как он себя ведет под действием металлических предметов. Ведет себя замечательно. И давайте разрежем. Ну, друзья мои, те, кто любит мясо, я думаю, что знают этот цвет и эту форму. Отрезали небольшой кусочек и попробуем. Хороший, добротный стейк. То есть стейковый в заведении. Должен быть подобный экземпляр, чтобы вот люди, которые либо разбираются, либо очень любят, либо очень хотят, попробовали и сказали бы, да, я теперь знаю, как должен выглядеть и быть по вкусу стейк настоящий, хороший Black Angus. Тут вопросов нет. Хорошо. Стандартно для высокого уровня. Не, ну он, естественно, нежнее в несколько раз. То есть как вот легко он поддается ножу. В принципе, его даже можно вилкой взять. То есть вот, все. По консистенции это отдаленно напоминает то мясо, к которому мы с вами привыкли. И даже вот этот хороший Black Angus, Рибай, проигрывает по нежности, по мягкости, по приятности этому. Понятно, что он и в три раза там дешевле, но это, опять же, сложно передать. То есть либо вы пробовали вагю, либо вы не пробовали вагю. Это как невозможно объяснить, какой на вкус крыжовник. То есть, ну, кисленький, сладенький, не то. Так же и здесь. То, что нежно, ну, типа, это очень простая христилистика для такого мяса. То, что это вкусно, сами понимаете. Друзья мои, рецепт блюда, который называется полудурок. То есть берете мясо вагю за 8500 и макаете в соус обильно вот так, чтобы он прям скрывал все мясо. Что что у тебя полудурком? Работает. Соус это очень крутой, потому что там много ингредиентов. Есть прям 5-6-7. Его при нас готовили около стола. И он дополнит, я думаю, что любое мясо обогачит вкус. Но с вагю, естественно, я бы не советовал. Потому что, ну, этим куском нужно отдельно наслаждаться. Без грибного, без бучера. То есть все. Просто вот брать его и есть. Напоследок у нас манговый десерт. Тот самый шедевральный. Поэтому нужно перед ним смочить рецепторы. И мы взяли тархун маракуйя. Лимонад. Литр всего 690 рублей. То есть это реально либо умеренная цена, либо ниже среднего по Москве. То есть это, в принципе, этот ресторан высокой кухни. Но лимонады здесь на обычном московском уровне. Эстрагончик пошел вот тот самый. Мы с вами знаем, как тархун работает. И он здесь есть определенно. Но при этом маракуйя мягкость и свежесть, она идет послевкусием. И мы чувствуем законченность. И это лимонад высокой культуры быта. Что бы это ни значило. То есть он не простой. Он как раз-таки многогранный и дико приятный. Вот его я бы взял еще раз, не задумываясь. И вот он, шедевр, десерт тропикана. Манговый мусс с белым шоколадом в виде глазури. И там еще добавление маракуйя, как сказали. В общем, выглядит как плод манго. То есть тут даже оттенки, тут даже градиент, тут даже вот эта вот попка. Нам сказали его разрубить. А я волнуюсь. Не так просто. Друзья мои, это выглядит непередаваемо. То, что вы сейчас видите на своих экранах, это и 20% нет от того кайфа, который получаю я. Ты видишь, что это десерт, что это не живое. Но по вкусу, как будто ты манго разрезал, взял ложку и просто взял мякоть плода. 770 рублей вообще никакая цена для такого и великолепия, и вкуса, и подачи. Если все остальное можно и не брать, потому что там дорого для кого-то или что-то, хотя вы пришли в ресторанской кухни, поэтому должны к ценам быть привычные, то это нужно брать смело, обязательно, накопить денег, прийти сюда и заказать этот тут манговый десерт. То есть, это одно из самых вкусных блюд вообще, которое я пробовал за последние, наверное, полгода. Все, я больше вам ничего не скажу, потому что нет смысла. И так все понятно, и я хочу доехать. Счет вышел на 13 612 рублей, но скидка 20%, потому что мы шли днем. То есть, тут ланч 20%, 3 403 рубля. То есть, 13 тысяч у нас счет, я отдаю 15 вместе с чаевыми, потому что нас обслуживали. Я просто выше всех похвал. Приятно добавить в копилку еще одно место, куда можно идти без камеры. То есть, Фрэнк Байбаста, Фаренгейт и вот из последних это Бутчер. То есть, прям советую у тех, у кого есть деньги на здешние блюда. Понятно, что цены чуть выше среднего, но это прям того стоит. В общем, я сюда буду ходить. У вас есть немой вопрос, а может быть вы уже написали, когда будет розыгрыш конкурса с тем, кто пойдет со мной в ресторан и мы потратим 35 тысяч рублей. Очень много было заявок в дирекции и мне сложно выбрать, поэтому давайте-ка переходите в мой инстаграм. Там в сториз будут голосовалки. Выберем лучшего, а может быть лучших, потому что я сам не справлюсь. Столько крутых заявок, столько людей, которые готовы и достойны поесть со мной за такую цену. В общем, ссылки в описании. Вы лучше всех. Я прям счастлив, что открыл для себя и для вас Бутчер. До вторника. Пока.